Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня вместе с психологом Альбиной Зариповой мы продолжаем учиться проживать горе. Зачем это делать, мы узнали в прошлой программе. Сегодня узнаем, как это сделать и как помочь в этом близкому человеку. Альбина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала хотелось бы еще обсудить, ну, задать вопрос, что такое сострадание? В чем заключается этот навык? Он доступен всем или этому надо учиться? Сострадание, то есть я разделяю страдание с горюющим, можно и так сказать. Есть три проявления, три варианта проявления навыка сострадания. Это встреча, участие и завершение. То есть, как я встречаюсь с горем, как я помогаю прожить его и как я помогаю завершить этот этап горевания. С одной стороны, этому можно научиться. Навык — это… Ну, вот что такое навык? Это умения, превращенные, там, доведенные до автоматизма. То есть, действительно, этому можно научиться. Но гораздо важнее не обрести какие-то инструменты или, там, технологии, да, как правильно сострадать. Здесь гораздо важнее сказать так, чтобы эта другая сторона поняла. Потому что у меня могут быть искренние намерения. Я действительно сострадаю человеку, я хочу выразить это и оказать какую-то ему помощь. Но я могу как-то неуклюже, например, выразиться. Вот опять же, да, про фразы, которые мы говорили. Я сострадаю, но взяла и ляпнула, что ну просто забудь и живи дальше. Может быть, я и хотела как-то это там объяснить, но сказала, как сказала. И здесь важнее всё-таки научиться передавать вот смысл вот этой информации, чтобы тот другой меня понял. Чтобы у нас вот между двумя странами было взаимопонимание. Это скорее не умение сострадать, а умение быть понятым, чтобы это было в пользу. Есть очень хорошая книжка Виктора Франкла. Он описывает там ситуацию, как он в концлагере разговаривал с людьми, и к нему пришёл доктор, который переживал смерть жены. И ему было настолько больно, и Виктор Франкл ему предложил представить, что это он умер, а жена вот осталась переживать и страдать. И хотели бы, говорят, вы поменяться с ней местами. И доктор тогда согласился, что он не хотел бы, чтобы жена испытывала вот те страдания, и ту боль, которую сейчас он испытывает. И это и внесло смысл в его проживание горя. Но это было сказано уместно, и было сказано так, что он понял то, что нужно понять. Вот этому нужно учиться. Это важнее гораздо. Какие стадии горя выделяют психологи? Есть ли какие-то рекомендации на каждую из этих вот стадий? Есть такая концепция стадийности. Елизабет Кюблер-Росс, она считается классикой в терапии горя в проживании. И она действительно выделяет пять стадий. Это шок и отрицание. Одна стадия. Дальше идёт у нас гнев, торг, депрессия и принятие. Есть определённые маркеры, по которым мы можем предположить, на какой стадии человек находится. Но, опять же, здесь важнее не уходить вот в эти определения, да, и не искать, что, о, вот он сейчас точно на стадии депрессии. А вот тут он, например, на стадии гнева. Потому что само по себе понимание, на какой он стадии, мало что даёт. Важно понимать, что эти стадии хаотично, они между собой перемешиваются, и они могут, ну, какие-то стадии вообще можно проскочить, например, на них не застрять, на каких-то можно застрять, где-то откатиться на два шага назад, где-то пройти вперёд. И да, на каждой стадии есть определённые виды помощи, которые помогут пройти её и двигаться дальше туда, к принятию. Ну вот, например, на каждой стадии можно так кратенько сказать? Да, например, на стадии отрицания. Вот у нас на каждой стадии есть какая-то своя психологическая задача, которую мы должны решить. И наша задача, моя задача как психолога, помочь человеку освободиться от этой стадии, решить задачу психологическую и перейти дальше. И, например, на стадии отрицания задачи и то, куда мы движемся, это признание факта потери. Потому что люди действительно, бывает так, что не признают потери. Бывает так, что там 3, 5, 8 лет проходит, а человек всё ещё находится в отрицании. А на какой стадии к вам чаще всего приходят? Ну, к психологам обращаются. Могу сказать, что меньше всего в отрицании приходят. На всех остальных приходят. Бывает, что приходят с чувством вины и с гневом. Потому что я раздражаюсь, я не могу нормально, спокойно реагировать на людей, они обижаются, я потом чувствую свою вину за это. И приходят и говорят, как мне не нервничать, как мне не раздражаться. Ответ никак. Потому что это не раздражение, направленное на людей из-за них. Это такое проявление моего горя. Это нормальный процесс. И иногда нужно позволить этому быть. Просто можно объяснять близким, что сейчас вот так. И бывает, что приходят как раз люди, у которых, у близких случилось горе, и они вот как-то там не так себя ведут, они приходят и спрашивают, что с ней делать. Вот она в депрессии, например. Или она вот ничего не хочет. Всё время с нами ругается. То есть про других спрашивают. Бывает так, что приходят уже на стадии принятия, скажем так, да, когда, ну вот мы уже говорили, что я хочу в новые отношения, как понять, что я готов. Потому что новые отношения после потери — это очень хороший признак, но в них не должно быть спекуляции. Спекуляция здесь имеется в виду, что не должно быть вот такого послания «люби меня больше, потому что я такое пережил», например. То есть я своими страданиями заслужил твоё хорошее отношение. Вот этого быть не должно. И это очень важно понимать. А чем чревато застревание на каждой из стадий? Ну, во-первых, тем, что процесс затягивается. Пока процесс затягивается, жизнь идёт мимо, дальше. Она же не останавливается, а мы вот застряли. Во-вторых, если, ну, совсем уж прям так хорошенько застрять, можно досидеться, долежаться и до депрессии, которая действительно не депрессия, как состояние, а депрессия как диагноз. Вот. И тогда уже нужна другая помощь специфическая. Бывает так, что человек испытывает проблему в отношениях с окружающими, и какие-то отношения даже разрушаются из-за этого. Поэтому очень важно всё-таки двигаться. Двигаться хотя бы маленькими шагами, но всё равно идти вперёд. А вот, кстати, мы в прошлой программе тоже у нас был такой пример про светофор, да? Когда расстроился вроде бы из-за пустяка, и для него это горе. И вы сказали о том, что это значит, был процесс незавершён. Горевание, может быть, когда-то далеко-далеко в прошлом, да? Да. Это, получается, и всю жизнь можно прожить, не проживая какого-то горя из детства, не прожив его? Можно, да. У нас были в практике случаи, когда 30 лет прошло после потери. А как вы выявляете, что именно в этом горе дело? Да, поняла. Это выявляет… Вот люди не приходят с этим. Типа там 30 лет назад я пережила потерю, всё ещё не пережила. Это идёт в контексте консультации. Мы говорим о чём-то другом, какая-то другая проблема заявленная, и мы об этом рассуждаем, выясняем что-то там, собираем какую-то информацию. И вскользь человек может упомянуть, что у меня отношения не строятся, потому что я боюсь, что что-нибудь. Я говорю, откуда такой страх? Ну вот как вы думаете, почему? Ну потому что у меня прошлый муж вот так вот сделал. Вот. А что случилось с прошлым мужем? Вот он умер, там, например, да? И тогда мы понимаем, что, скорее всего, есть какая-то такая вот связь. Мы, конечно, это всё будем проверять, всё это обсуждать, но, вероятнее, всего есть. Потом человек, если… Они же и говорят прям такими фразами, например, да? Мне мама всё время говорит, как ты можешь тут смеяться, радоваться, когда тут такое произошло, допустим, да? И девушка приходит и говорит, я не знаю, как мне жить, мне нельзя радоваться, потому что у нас, там, например, было горе или какая-то там трагическая ситуация, и теперь мне не разрешают радоваться открыто, свободно. Это тоже… И получается, через много-много лет вы начинаете возвращаться в эту, в ту историю старую, да, с потерей, с горем и заново проживать. Вред психике наносит то, что эта старая длится, идёт с ней уже в течение 30 лет. Это же бесследно, всё равно не проходит. То есть она, человек живёт и смотрит на жизнь, он не видит жизнь, он видит сквозь, ну, скажем так, вот призму своего переживания, своего горя. Он не может полноценно ощущать всю жизнь вот в её красотах, в её радостях. Он всё время живёт с оглядкой. Это гораздо страшнее, чем один раз вернуться, да, это будет больно, да, мы как-то с этим справимся, но дальше всё равно будет легче. Достать занозу надо, да, разворошить? Да, это очень хороший пример. Может ли жизнь продолжать течь как прежде, после горя? Или всё-таки жизнь делится на до и после, и она уже никогда не будет прежней? Жизнь делится на до и после, да, это так. Нет смысла это отрицать. И в этом и есть определение утраты. Как было до, уже, ну, точно не будет. Это такая своего рода точка бифуркации, переходный этап, переходный момент. И надо научиться как раз жить с новым пониманием и с новыми смыслами. И вот этот опыт, который был, его нужно взять в новую жизнь. Здесь речь не идёт про то, что забыть и жить дальше, как будто ничего не случилось. Речь про то, что вот то, что произошло, можно превратить в опыт. И в некоторых случаях даже можно сделать этот опыт своим помощником в дальнейшей жизни. Ну, понятно, что без перекоса. Например, мы говорили, да, что новые отношения не должны строиться на спекуляции. Это первый момент. Второй момент. Например, бывает так, что я, например, решила, что мы развелись из-за того, что я всё время спорила с бывшим мужем. И вот он не выдержал моего тяжёлого характера. Значит, я делаю вывод, что в следующих отношениях я буду со всем соглашаться. Но ведь это же не так. То есть вот без таких крайностей, но со здравым смыслом. Надо научиться, и можно так вполне себе дальше жить. Сколько в среднем в норме человек проживает горе? Вот раньше считалось, что до 40 дней это острое горе, до года это нормальное горе, а потом якобы это уже что-то там выходящее за рамки. Сейчас эти границы чётко не определяются, потому что все понимают индивидуальность переживания. Это зависит и от человека, и от ситуации, и от вообще типа потери. То есть мы понимаем, что когда умирает, например, бабушка, гораздо быстрее можно справиться с этим горем, чем когда, опять же, умирает ребёнок, допустим. И никто не говорит, что ты вот год должна отгоревать и дальше уже жить. Некоторые потери проявляют себя всю жизнь. Действительно, это так. И, ну вот, опять же, например, детские смерти или перинатальные утраты. Там проявления скорби могут продолжаться всю жизнь, действительно. И если прошло, ну вот если прошло там 3, 5, 8 лет, а человек всё ещё не справился, здесь, конечно, мы уже такую галочку ставим для себя, что процесс затянулся, и надо бы помочь всё-таки, где-то что-то недопройдено. Ну и опять же, здесь мы скорее не на срок обращаем внимание, а на общую динамику, потому что со временем всё равно должно становиться легче. Так должно быть, пусть не очень быстро, пусть не очень скоро, но в целом вот эта динамика процесса, да. Опять же, мы смотрим, есть ли отклонения какие-то психологические или в здоровье, в соматическом. Как помочь детям? Это очень частый вопрос, который задают вот в кабинете у психолога, потому что действительно это важно понимать, и это такая неопределённость. Нам всё время кажется, что дети не готовы это понять, и как-то надо так сказать, чтобы психику не разрушить. Но как найти правильные слова? Там же тоже от возраста, наверное, зависит. Конечно, очень зависит от возраста. Вообще, надо сказать, что дети проживают те же стадии, что и взрослые. Есть такое мнение, что у детей всё по-другому. Ну, не глобально, в основном примерно то же самое. Конечно, с некоторыми особенностями. Это всё очень зависит от возраста, во-первых. Во-вторых, от степени близости с утраченным объектом. Ну, то есть, если мы говорим про смерть или там про развод, от степени близости с этим человеком, которого теперь нет. Нет. Как объяснить? Ну, первое, что самое важное, это нужно сказать правду. Вот это самое сложное, с чем родители всегда медлят. И это чревато тем, что бывают случаи, что когда родители не говорят, чтобы психику там не травмировать, всё ждут, тянут лучшего момента, и в итоге ребёнок узнаёт от других, просто от чужих людей. И это, конечно, гораздо тяжелее ему воспринять, чем он узнал бы это от родных. Вот. Как объяснить? Это второй вопрос, который чаще всего задают. Мы рекомендуем объяснять в своей картине мира. Потому что ребёнок, если он, например, ещё не подросток, но даже и в начале подросткового возраста, он живёт всё равно внутри своей семьи, по законам своей семьи. У него нет своей картины мира. Ему строят эту картину мира родители. И они эту картину передают. И когда возникает вопрос, как это объяснить, мы рекомендуем, вот как вы сами понимаете, вот как вы себе сами отвечаете на вопрос. Что происходит, например, с душой после смерти? Или что случилось? И вот такими же словами в соответствии с возрастом объяснять ребёнку. Если ребёнок очень маленький, бабушки очень справляются с этим, ещё до всякой утраты они обычно как-то вот в разговорах говорят, что душа на небушке, смотрят ещё что-нибудь. И детям этого достаточно в маленьком возрасте. У них больше вопросов не возникает. У подростков уже своё. Какое-то понимание с ними, можно посерьёзнее уже разговаривать. Здесь самое важное, на что внимание обратить, ребёнку не должно быть страшно. Вот это самое важное. То есть не страх должен определять его состояние. Да, он может плакать, да, он может грустить, но ему не должно быть страшно. Чтобы не было страшно, у него должны быть ответы на те вопросы, которые он задаёт. Нельзя оставлять ребёнка без ответов, потому что если вопрос задан, ответ всё равно будет найден с нами или без нас. Почему страшно может быть? Потому что неопределённости, потому что он не знает, ему никто ничего не объясняет, ему ничего не говорят, ему сказали, всё будет нормально, типа не переживай. И оставили его там, например, одного. И потом, вот он если смотрит на маму, и ей не страшно, да, она плачет, да, она переживает, она грустит, но справляется. И тогда и он будет справляться. То есть в целом, вот как семья поддерживает. Маленьким детям можно, ну не совсем уж прям маленьким, а там, например, с 5 до 8 лет, можно предложить маме помочь. То есть вот маме плохо, мама грустит, мама печалится, ты можешь её утешать. Ты можешь ей помогать, её утешать, например. Подростки могут помогать уже, в принципе, самостоятельно, или им напрямую можно сказать, как они могут, что они могут делать, что в их силах, вот, чтобы семья с этим справилась. Ну и отдельно, наверное, всё-таки вот про тему СВО хотела бы проговорить, тоже такая, ну, злободневная у нас история. Наверняка обращаются много. Да, обращаются, обращаются. Как сказать? Тоже обращаются с вопросом, как ребёнку сказать, что, например, папа погиб на СВО. Во-первых, что нужно понимать? Как только папа ушёл на службу, вот он туда уехал, об этом нужно сказать сразу ребёнку, не скрывать. То есть мы прям говорим, папа уехал на службу. Главный посыл здесь должен быть, он тебя не бросил. Вот это важно. Донести до ребёнка, что он уехал не потому, что он тебя бросил, а потому что у него сейчас такая задача стоит, и он эту задачу должен выполнить. И дальше можно сказать, что там может быть опасно, и его могут ранить. То есть мы как будто бы заранее готовим ребёнка к тому, что может быть, потому что неопределённость полнейшая, мы же не знаем, как на самом деле будет. Но если ребёнок был психологически готов заранее, ему потом проще будет справиться. Здесь важно не нагнетать вот всю ситуацию, да, там, вот, но и не скрывать какой-то такой вот тонкий баланс. Нужно всё-таки постараться найти маме и близким родственникам, потому что дети, они всё равно чувствуют то, что происходит, даже если им об этом не говорят. И тайны здесь никогда не играют на руку. То есть мы ребёнка готовим к тому, что можно сказать. Или, например, да, когда бывают случаи, когда уже состоялась утрата, то есть отец уже погиб, и нужно теперь как-то ребёнку сказать, ну, мы всё равно тоже резко в лоб не говорим, мы всё равно как-то готовим, что вот, например, там, папа заболел, его ранили, врачи делают всё возможное, но он может не справиться, не выжить через какое-то время. Правда. Ещё вопрос про детей тоже наверняка часто задают. Нужно ли брать с собой ребёнка на похороны, на церемонии? Да, это, наверное, первое место в рейтинге всех вопросов про детей, нужно ли брать детей на похороны. Опять же, да, вот первое, от возраста ребёнка зависит, второе, от степени близости. Одно дело, если там умерла близкая бабушка, с которой очень тесно общались, она его постоянно там везде водила, и близким человеком было это, да. Другой вопрос, там, не знаю, троюродный дядя или сосед, да, ну, зачем? Стоит подумать. Очень важно обратить внимание на индивидуальные особенности ребёнка. Если он и так такой эмоционально очень впечатлительный, ну, наверное, не стоит всё-таки брать. Потом можно сходить на могилку, например, попрощаться. Если принимается решение, что ребёнка нужно взять на похороны, себе нужно ответить на один очень важный вопрос. Когда ребёнка берут на похороны, его нужно всегда держать за руку, не отпуская, и всё объяснять. Вот это два важных таких момента. Из рук нельзя выпускать вообще ни на минуту. Он не должен оставаться там один. И когда я принимаю решение, брать ребёнка на похороны или не брать, я должна понять, будет ли у меня там возможность оказывать ему то внимание, которое я должна оказать или нет. Если нет, то, наверное, всё-таки стоит подумать, да. Ну, опять же, психологи считают, что там от 5-6 лет дети спокойно способны справиться с эмоциональным переживанием от участия в похоронах. Но я всё-таки за индивидуальный подход. Бывают такие дети, которым 10 лет, но их лучше не брать, иначе потом плохо спать будет там и так далее. То есть здесь всё очень индивидуально. Но важно степень близости, возраст и держать за руку. Вот это важно. Мне попадалась информация о том, что горе может затормозить развитие ребёнка и как-то негативно повлиять на его психоэмоциональное состояние. Это так? Ну, да, и так, и не так. Может затормозить, может не затормозить. В силу своей пластичности психики, да, в силу возраста дети могут гораздо быстрее справиться, если им не мешают. Здесь всё-таки многое зависит от семьи, от поддержки и от того, как ребёнку объяснили, что произошло и как теперь будет дальше. Вот и всё. У нас не так много осталось до конца выпуска. Всё равно хотелось бы ещё один момент затронуть про перинатальные потери. В системных расстановках нерождённые дети, они тоже участвуют, они всегда, они остаются вписаны в историю семьи всё равно. Вот как вы считаете, почему перинатальные потери всё-таки не уделяются должное внимание и должно ли оно уделяться, и как проживать? Этого немало в нашей жизни, но вот как вы сказали, всё верно, очень мало внимания этому уделяется. Почему? Во-первых, об этом неудобно и страшно говорить. Это всё-таки такие детские потери, это тяжело. Во-вторых, эта тема всё равно у нас остаётся какой-то такой табуированной. Общество очень по-разному на это всё реагирует. К перинатальным утратам относятся, ну, в буквальном переводе, это смерть вокруг родов перинатальной. Вот эта смерть, да, это когда что-то произошло во время беременности, во время родов или незадолго после. И оно сюда же относится не только смерть ребёнка, выкидыш на ранних каких-то, на любом сроке, не обязательно на раннем. Потом неудачное ЭКО и бесплодие, принятие донорской яйцеклетки. То есть очень многие вот в этой всей теме события могут переживаться как перинатальная утрата. И об этом не принято вслух говорить, потому что, ну, как-то вот... И люди, которые с этим сталкиваются, они общество даже, вот знаете как, ну, осуждает, что ли. Понятно, что не специально. Это такая, такая скрытое, такое осуждение. Когда задаются такие вопросы косвенные, вот опять из серии, да, что не нужно говорить про то, что неужели ничего нельзя было сделать. Ну, наверное, они сделали всё, что могли. И когда мы задаём такой вопрос, надо понимать, зачем я его задаю. Это же всё обостряет только эмоции у человека, который утрату переживает. Потом считается как-то опять негласно, но это то, что говорят нам клиенты, которые переживают перинатальную утрату, что как будто их горе, ну, как будто оно не такое значительное по сравнению с тем, что кто-то прям так и говорит. Ну, представь, если бы этот ребёнок умер, когда уже был бы возрослее, например, тебе было бы тяжелее. Они как будто обесценивают вот то переживание, что ребёнок же ещё не родился, типа ты не можешь так сильно переживать. Очень тяжело. Потом у нас законодательная база несовершенная всё-таки. Это тоже нужно понимать. Очень тонко, много таких тонких нюансов. Есть у нас роддома, у нас уже даже в России есть, которые оборудованы специально. Вот если случается потеря, гибель, например, ребёнка, внутриутробная, то мамочку помещают в отдельный блок, в отдельный коридор, в отдельное отделение. Но так не во всех роддомах. Некоторые роддома всё-таки, где маме приходится находиться какое-то время и слышать все вот эти звуки, которые есть. И они с этим тоже приходят к психологу. То есть это такая тема, она очень тонкая, тяжёлая, и вместе с этим табуированная. И мы не знаем, что сказать. Вот, ну, правда, мы не знаем, как... Не мы психологи, а люди. Люди не знают, как на это правильно реагировать. Там очень много нюансов. Опять же, сами родители, которые пережили перинатальную утрату, они говорят, что с нами друзья перестали общаться. Потому что мы, например, ходили две беременные подружки, и я ребёнка потеряла, а подружка осталась беременной. И она со мной не общается. У меня такое ощущение, как будто она боится, что я её заражу. Ну, конечно, она не боится на самом деле. Это же не так. Но вот именно потерявшей стороне, вот так это кажется. Для них это выглядит так, и это очень тяжело. Проживается так же, да? Да, да. Проживается так же. Ну, опять же, это всё-таки детские потери. И это очень тяжёлые потери. Действительно, это невероятная трагедия. Неважно, на каком сроке это произошло, в какой момент именно, это всегда крайне тяжело. Да, Альбина, спасибо большое. Мы не затронули эту большую тему, детские потери. Мне кажется, это даже отдельный выпуск можно сделать про это. Но сейчас у нас время уже подошло к концу. Есть позиция взрослого, горе бывает, мы подумаем о нём заранее и спросим у опытных. А есть детская, давайте не будем думать о плохом, может быть, ничего не случится. И прожитое страдание и боль на самом деле, как ничто другое, помогают, позволяют нам осознать хрупкость жизни и научиться жить и бережнее относиться друг к другу. Выбор за вами. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова